Пожалуйста, дамы и господа, с вами снова Мини-Парша, и на этой неделе у нас недельная глава Вейра. В этой недельной главе Моисей говорит фараону, «Я выйду из города и раздвину свои руки к Всевышнему, и тогда прекратится граб и молния, и тогда ты увидишь, что весь мир принадлежит Всевышнему». Вот очень интересно, почему говорится то, что Моисей должен был выйти из города, и только после этого он начинал молиться? Он что, не мог помолиться в городе? Моисею надо было выйти из города, потому что он знал, насколько Египет и египетский народ был окутан в иголопоклонничестве и материальности. Они даже не могли представить, что есть Бог. И тем не менее, когда пришло время выводить еврейский народ из Египта, сам Всевышний пришел и вывел нас. И это на самом деле нас учит очень глубокий урок. Мы люди, и мы не идеальны. И происходит иногда, что вещи, которые мы не контролируем, мы можем упасть. Мы можем попасть в ситуацию, которая очень-очень низкая, очень глубоко. Но когда мы решаем, что мы хотим подняться, мы хотим выйти из этого ситуации, мы хотим стать лучше, мы хотим стать ближе к Всевышнему, в любой момент, когда это происходит, Всевышний то же самое, как он еврейский народ вывел с их Египта, Всевышний может нас вывести из нашего персонального Египта. Еще один намек к этому, это в молитве Шама. Шама одна из самых важных молитв, которые у нас есть. И в конце Шама говорится, я ваш Бог, который вывел вас из Египта. Я ваш Бог. Почему говорится, что я ваш Бог два раза? Потому что Всевышний нам говорит, да, я тот самый Бог, который сделал невероятные чудеса и вывел целый еврейский народ из Египта тогда. Но еще Всевышний говорит, я ваш Бог. Еще один раз. Для чего? Чтобы мы знали, что это наш Бог. Это Бог, который с нами каждый день, не только когда был Египет, а и сейчас. Каждый день Всевышний с нами. В наших ситуациях, в наших тяжелых моментах Всевышний всегда с нами. С вами была Нини Паша. С Божьей помощью увидимся на следующей неделе.